Всем добра, здравствуйте и подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы вам рассказать историю самолета Су-25, Су-25Т, Су-25СМ и Су-39 соответственно. Что ж, приятного просмотра. После окончания Второй мировой войны и расформирования основных штурмовых групп, состоящих из Ил-10, на роль самолетов поддержки пехоты для атаки с воздуха встали МиГ-21 и Су-7Б. Результатом учений тех лет стал ошеломительный провал. За счет высокой скорости даже самые опытные пилоты не могли вовремя опознать цель и было необходимо заходить на второй круг, что несло за собой провал боевой задачи и риск потери самолета. На учениях Днепр в 1967 году МиГ-17 справился с задачами штурмовика в разы лучше, чем самолеты, выполнявшие их роль в то время. После столь громкого провала группа единомышленников в лице полковника Ивана Васильевича Савченко, Дмитрия Николаевича Горбачева и Олега Сергеевича Самойловича решили совместно работать над моделью нового самолета. Для более детальной проработки будущего штурмовика было решено вовлечь в разработку Юрия Викторовича Ивашкевича, ведущего конструктора общих видов ОКБ Сухого. Идею не раскрывали до создания макета, даже сам владелец КБ Павел Осипович Сухой не знал о тайной разработке машины. Основными тезисами штурмовика стали надежная защита экипажа и основных узлов и агрегатов от пуль и осколков, простота конструкции с применением дефицитных материалов, малое время подготовки самолета к вылету, простота к технике пилотирования. При разработке Су-25 группа конструкторов обратилась к чертежам старых штурмовиков, в особенности Ил-10. В мае 1968 года Сухому представили предварительный проект штурмовика, который имел несколько возможных компоновок от самолетов ОФ-10А до А-4 и СААП-105. Самолет получил название СПБ или самолет поля боя, на тот момент больше напоминавший шведский СААП, чем свой будущий величественный облик Су-25. У разработки узнал министр обороны Гречко, о котором я говорил в ролике по Т-72. Указом министра было объявлено о конкурсе штурмовиков, где Су-25 победил, не оставая в сомнении ни в одном члене жюри. После долгих и тяжелых споров с армией были приняты характеристики самолета, например, скорость 1000 км в час. 22 февраля 1975 года принято считать датой рождения самолета. Именно в этот день совершил свой первый полет Т-8-1 прообраз Су-25. Первые боевые вылеты самолет совершил во время Афганской войны, что помогло ему стать совершенной машиной, актуальной до сих пор. Так, за самолетом закрепилось прозвище Грач от первого позывного, огнедыщащий Грач от количества вооружения, расческа от точек подвески или велосипед от простоты технических работ. В 1987 году, после получения маджихедами комплексов Stinger, Су-25 претерпел несколько модификаций и появился Су-25Т. Самолет, обладавший комплексом наведения Шквал, а также получивший новые высокоточные ракеты Виха и увеличенную живучесть. В 1998 году правительством РФ было принято решение модернизировать весь авиационный парк. Су-25 было модифицировано до версии СМ. Основным нововведением стала спутниковая коррекция и упрощенная кабина. Далее были малочисленные улучшения и к версии СМ-3 обновленный штурмовик с системой ГЛОНАСС и прицельным комплексом Гефест. Из интересного, некоторые пилоты, включая Александра Рудского, героя Советского Союза, помещали блоки НАР по направлению назад. Ведь при работе на высоте 25 метров и обнаружении противника не всегда есть возможность нанести по нему удар, а при помещении вооружения назад такая возможность появляется. Из техники, которую я нашел при подготовке ролика, могу отметить Су-25УБ, учебно-боевой самолет, который может у нас появиться в коммунити из марафонов. Су-34, многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, который в принципе может очень хорошо занять место в веточке штурмовиков-бомбардировщиков Советского Союза. Л-39, учебный самолет, мог бы занять какую-нибудь небольшую плашечку в нескольких ветках, например, немецкая, итальянская, потому что самолет использовался во многих странах, не только в Чешской Республике, чьей он и является самолет, да, но и также в Советском Союзе, в Германии, да и вообще почти во всей Европе самолет использовался для того, чтобы обучать пилотов. ОВ-10, американский легкий штурмовик-разведчик. Да, у американцев и так много у нас есть моторных самолетов, имеется в виду поршневых, но тем не менее, увидеть такой самолет на какой-нибудь боевой пропуск или марафон было бы неплохо, потому что вроде как он выглядит достаточно перспективно. Что ж, вот и самая простая часть для меня, как и для автора, это мой монолог о главном, записанный в один дубль. Что ж, что я могу сказать о технике в нашей игре? У нас есть Су-25, Су-25К, Су-25Т, Су-39, Су-25СМ-3 с недавних пор, и что могу сказать, самолеты-то классные, прям крутые, особенно с появлением Су-25СМ-3 появилось уже несколько вариантов их использования. Очень жалко, что, конечно, на него вихри нельзя подвесить, я не понимаю, с чем это связано, тем не менее. Самолеты интересные, самолеты прикольные, и каждый подходит отдельно для своей задачи. Если Су-25К в теории может работать как группа прикрытия, отработки по ЗРК, которые не обозначили изначально, ну, то есть, представьте, летит у нас несколько сушек, у них разное вооружение, и в нашей игре, исходя от этого вооружения, можно построить кое-какой сетап. Там, допустим, одна СМ-3 дает сразу залпы по зениткам, потом у нас есть Т-шная версия И-39, которые, в свою очередь, уже могут пролететь и точно дать удар по какой-то технике, благодаря вихрям, соответственно, благодаря другим ракетам управляемым с хорошим комплексом наведения. И 25К, которая может отработать по легкой технике очень легко, которая может также и тяжелые танки уничтожить, но все-таки, скажите, будет ли вам приятно стрелять по тяжелым танкам? Ну, я думаю, не очень, ну, по ОБТ, да? Я думаю, не очень, потому что не всегда те же 25К убивают танки ваншотом. Иногда все-таки дамажик не проходит, иногда у вас нет возможности нормально по ним попасть. Вот, поэтому эта сушечка больше подходит для уничтожения легкой техники или зениточек, которые не были разведаны изначально, по которым не ударила СМ-3. Да, сейчас я налил, как бы, такое ощущение, что ненужной воды, но, тем не менее, самолеты для своих БРов отличные. То есть, 1.3, 1.7 и 10.0 отлично подходят самолеты. Казахстанский вариант самолета, на самом деле, не сказать, что какой-то интересный, тем не менее, у него есть некоторые плюсы и некоторые минусы. Например, боевой рейтинг это плюс, и некоторые минусы это то, что у него нет полного вооружения Т-шной версии. Тем не менее, тем не менее, самолет, да, для своего боевого рейтинга тоже, в принципе, неплох. 73-е ракеты достаточно хороши, особенно 1.0. Вот, и какой мы вывод делаем? Это великолепные штурмовики в нашей игре, особенно в полковых боях, очень востребованная техника. Еще, конечно, неизвестно, как себя покажет СМ-3, но я думаю, это будет что-то с чем-то. Потому что игрокам на зенитках придется немножко пересмотреть свой геймплей, потому что сушка взлетает. Она может взлететь, как бы, и в другую сторону улететь, набрать высоту и уже тогда отработать. А может сразу взлететь и запустить ракеты, отработать по зениткам. Поэтому тут зениткам придется либо сбивать пытаться ракеты, но рискуя обозначить свое местоположение и так далее для всех остальных, как бы, игроков на карте. Либо пытаться не спавниться сразу, чтобы сушка отстрелялась не по ним. Короче, тут очень интересно открывается поле для маневров. И чем больше у нас добавляется разнообразного вооружения, вот по типу таких ракет, выстрелы забыл на большую дистанцию, добавляются, вот как у панциря, допустим, режим для ведения нескольких целей. И вообще, чем больше у нас появляется таких мелочей, ну да, мелочами это не назовешь, но в рамках нашей игры это мелочи. Потому что, ну, их не часто добавляют, не только при каких-то крупных добавлениях, потому что, ну, у нас, честно говоря, СПО до сих пор не совсем правильно работает, и вообще куча механики работает неправильно, включая радары. И, ну, короче, я думаю, я мысль смог донести, и если будет продолжаться тенденция добавления таких мелочей, да, опять же, в рамках нашей игры, то игра превратится в очень интересное поле для маневров и стратегий. И карты по типу пески песков, но именно больших песков, допустим, я не вспомню, как называется карта, но она появилась недавно, буквально два патча назад. У вас там возле моря есть город, потом есть гора, на которую вы заезжаете, там посередине мост, тоже точка, и еще есть городочек на реке находится, с другой стороны карты, возле горы. Вот, большая огромная пустынная карта, вот такие карты будут как раз-таки играбельные, будут карты интересные, потому что будет очень много моментов для маневра. Вот, я думаю, смог нанести мысль, и вот как раз-таки штурмовики подобного рода, как Сушка, открывают свое предназначение, свой настоящий потенциал только на больших локациях, потому что, опять же, согласитесь, в городской карте на Сушке штурмить, но вы будете только по одному сценарию. Вы не будете лететь, как обычная Сушка, как она задумывалась. То есть, у Сушки боевая высота, это 25 метров, да? И если вдруг встречается преграда, то она просто ее перепрыгивает и летит дальше на своих 25 метрах, чтобы можно было не светиться на радарах, не, как бы, не бояться пусков, потому что, скорее всего, это все будет в кашу, а не по самолету. Вот, и играя как надо, как, то есть, в жизни стратегия у этого самолета простроена, на наших картах не получится. И вот именно большие карты смогут открыть полный потенциал таких стратегий современных, как бы, да, именно реальных, и полностью сделать игру возможной, не только стоя за камнем и притворяясь кустиком. Вот, надеюсь, я смог донести мысль, которую хотел. Вот, то есть, Сушки играются отлично. Сейчас вы видите на экране как раз-таки мои оценки Сушкам. Я как раз еще не знаю, что я им поставлю, потому что, опять же, все будет на стадии монтажа, а не записи звука. То есть, вот, Су-25, затем Су-25Т, Су-39, отдельно, потому что там немножко отличается вооружение, и Су-25СМ-3. Отдельно версию Казахстана мы не будем разбирать, потому что, ну, надо не сказать, что чем-то отличается, и все равно ее балл будет в рамках того, что я уже предложил. Что ж, вот такой вот получился ролик. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам ролик понравился. Всем удачи, и всем пока. Пишите свое мнение в комментариях, буду рад его почитать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok